В горбольнице номер 2 продолжается капитальный ремонт. Реконструкция началась почти два года назад. Напомню, первый этап работ планировали сдать еще в декабре 2015-го. Однако сроки неоднократно переносили. Сейчас сотрудники горбольницы не спешат называть точные даты. Какие работы проводятся в медучреждении сегодня, расскажет моя коллега Эльмира Гайнудинова. На проведение капитального ремонта из республиканского бюджета выделено 385 миллионов рублей. Плавину этой суммы направят на закупку нового оборудования. Мониторинговые аппараты, которые следят за показателями пациентов, и аппараты искусственной вентиляции легких, уже поступили в больницу. Ожидается поступление аппарата для проведения аутогемотрансфузии. Этот аппарат позволит сохранять интероперационную кровопотерю пациента. То есть кровь, которая будет изливаться в течение операции, можно будет ее забрать, очистить и обратно использовать для этого же пациента. Что касается ремонта, то сейчас он идет в отделениях реанимации, хирургии, терапии, а также в поликлинике. Реконструкция проводится на четырех этажах одновременно. Помещение отделывают плиткой. Эту часть работы сотрудники называют завершающей. На данном этапе работы ведутся отделочные, работы и инженерные сети тянут. Это пожарная сигнализация, вентиляция, телефонизация, радиофикация, частофикация, лечебные газы протягивают. Правда, когда именно ремонт завершится, руководство второй горбольницы не уточняет. В очередной раз называют лишь приблизительные сроки. Предположительно, это произойдет в начале лета.